В свои 95 ветеран Великой Отечественной войны Нургали Мусин не теряет оптимизма. В 43-м году 18-летний парень был направлен на Прибалтийский фронт. А в октябре следующего года получил серьезную травму. Разбил осколком от снаряда челюсть. После длительного восстановления в Москве боец вернулся в армию. Много времени прошло, годы берут свое. Бесплановой медицинской помощи теперь уже не обойтись. В гости мне очень хорошо относятся. Я долго сюда хожу. Долго я тут пришлюсь. Я здесь перенес клинический мер, я перенес тут операцию добрый. Я тут долго уже живу. Они наши боль все знают. От пятки как бы здоровые знают. Что делать, как делать, как помочь человеку. Комплексное обследование пациента госпиталя «Воин» проходит раз в год. Наряду с лекарственной терапией широко применяются физио, озона, лазера, фитотерапии. С помощью барокамер в учреждении лечат гиперборическим кислородом. Этот метод ликвидирует дефицит кислорода в организме и повышает иммунитет. Начальник больницы Эльмира Абдуловна рассказала об особенности учреждения. Здесь часто применяется такой немедикаментозный способ лечения, как эмоциональная и психологическая поддержка. Трепетное отношение и постоянное внимание рабочего персонала. Для лиц старшего возраста это лучшая панацея. На сегодняшний день льготные категории, которые 410 человек, они у нас осмотрены практически на 100%. И к 30 мая мы завершим диспансеризацию вдов, а к 15 ноября завершим диспансеризацию тружников тыла. В период пандемии ветеранов не оставляли без внимания. В регионе работали мобильные бригады, медицинские работники выезжали на дом к пожилым людям. Также ветераны могут вакцинироваться от коронавируса, не выходя из дома. В этом также помогают мобильные бригады.